Сегодня в Екатеринбурге сотрудники Свердловского ОФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД полковника Ивана Ергеледжи, который был назначен на эту высокую должность в апреле 2021 года. И как сообщает портал Е1, за крайние два года раскрываемость в его подразделении упала на 30-35%, а нехватка сотрудников приближается к 40-50%. Но задержали главного Свердловского наркоборца, естественно, не за это. А, как сообщает источник Е1, цитирую, его подозревают в том, что он взял деньги за решение вопроса, конец цитаты, и зашнуровали его якобы в момент передачи ему бабла. Но уголовку возбудили не по статье получения взятки, а по 159 УК, мошенничество. А это значит, что решить вопрос за те деньги Иван Ергеледжи не мог. Ну, если, конечно, это все вообще правда, а не наветы злых языков. Источник Е1 сообщает, что главного наркоборца опорного региона закрыли по 91-й статье УПК по подозрению. А некоторые другие СМИ заявляют, что полковник Ергеледжи вообще проходит по этому делу свидетелем. Но давно известно, что свидетелей в спецприемник не закрывают, и меру пресечения им не избирают. А источник Е1 сообщил, что, цитирую, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, конец цитаты. Из официальных данных на момент создания этого репортажа было только весьма обтекаемое заявление начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых. Цитирую настоящего полковника по Е1. Конец цитаты.